Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Валерий Владимирович Шведюк, главный онколог-гематолог территориального округа номер 10 Министерства здравоохранения Московской области. Здравствуйте! Валерий Владимирович, рады снова видеть вас в нашей студии. Спасибо, Мария, за приглашение. Тема, которую мы будем обсуждать сегодня, очень актуальная. Поэтому спасибо, что вы пригласили. Валерий Владимирович, прежде чем мы перейдем к заявленной теме, а тема у нас это, безусловно, онкология, развитие онкологии и как обстоит обстановка в этом смысле в Одинцовском районе, в нашем территориальном округе, хотелось бы, прежде чем перейдем к основной теме нашей сегодняшней беседы, все-таки поговорить немного о вас, о вашем опыте. Вы врач не просто, а военный врач. У вас за плечами огромный опыт. Поделитесь этим. Ну, как говорил великий Дейл Карнеги, чтобы принять позицию и совет собеседника, необходимо учитывать его пол, возраст, его жизненный опыт, профессионализм, образование. Поэтому вполне логично, чтобы я представился, чтобы было понятно, почему именно я понимаю эти вопросы. Я полковник медицинской службы в запасе. 25 лет службы в вооруженных силах за плечами. Последняя моя должность на службе была начальник отделения химиотерапии главного гостеря ФСБ России в Голицыно. Кроме того, по специальности уже 25 лет будет 3 января, как я занимаюсь вопросами онкологии и гематологии. Я гематолог и онколог. За плечами уже более 10 тысяч больных, что позволяет уже определенные выводы делать. Вот с чем я хотел бы поделиться с вами. Валерий Владимирович, когда мы обсуждали с вами тему нашей сегодняшней программы, очень интересно она звучала из ваших уст. Онкология – не приговор. Почему именно так вы сформулировали тему нашей сегодняшней беседы? Вот даже из моего представления уже понятно, что за плечами большой опыт работы, много лет. И я анализировал все эти 25 лет ситуацию по здоровью данной категории пациентов. Тема бенциозная. Онкология – это не приговоры. Многие считают, что наличие онкологического заболевания резко сокращает жизнь. И это, в принципе, уже конец. Тем не менее, еще во время службы в госпитале возвратились в строй десятки офицеров, прапорщиков, у которых было гематологическое заболевание, но проведенные комплексные лечения позволили не только продлить им жизнь, но и они оставались служить. И даже сейчас, по прошедшим 10, 15, 20 лет, мы созваниваемся с ними, и мне очень приятно, что они живы, здоровы. Даже скажу больше, что десятки офицеров оставались служить в армии. Не только жить, но и оставались служить в армии. То есть они оставались социально активными? Естественно, не только социально активными, а еще повторяется. Оставались служить, а это большие требования по здоровью. Следующий момент в том, что сейчас, когда анализирую, допустим, смертность пациента, все говорят о том, что высокая смертность от онкологических заболеваний. Но получается парадокс, что, допустим, пациенту 10 лет, 15 лет провели лечение по поводу онкологии. Вот сейчас он умер, и на вскрытии, допустим, причина смерти или инфаркт, или тромбоз. То есть умер человек от другого заболевания. Но, естественно, ставится на первое место онкологическое заболевание. Это, в принципе, и выгодно. Но получается, это ведь меняет немножечко статистику. Она делает ее не совсем достоверной. Естественно, естественно. Опять же, у населения формируется немножечко искаженное мнение о том, что сегодня онкология, ну, чуть ли не каждый второй подвержен этому заболеванию. И вот куда ни посмотри, да, везде-везде-везде онкология. Ну, к сожалению, безусловно, это просто страшно слышать об этом. Мария, вы знаете, вот когда вы озвучили постановочные вопросы моего выступления, я, во-первых, удивлен в том, что они практически на высоте рейтинга вопросов, которые мне задают пациенты и вообще люди. Второе, это, скорее всего, у вас очень опытные были инструкции, кто составил вам эти вопросы, консультант. Тема актуальна очень сильно. Если действительно лет 30 назад мы узнав, что у кого-то у человека есть онкология, это было удивление. Сейчас же мы видим, встречаемся направо-налево и соседей, знакомых, онкологическое заболевание. Вот, кроме того, значит, цифры говорят сами за себя. Если взять 10-й округ наш, куда входит Одинцовский район, Краснознамецк, Власиха и, значит, Звениграда. Суммарно около 420 тысяч населения. На учете только наших онкологов районных стоит на учете более 10 тысяч пациентов. Сюда не входят пациенты, которые находятся под наблюдением и на учете в в медицинских учреждениях, типа 123-ми санчая, допустим, или госпиталя. Системы их не учитываем. И получается, что уже практически, значит, очень большое соотношение количества больных к общему населению. А если мы еще возьмем, что в семье в среднем 3-4 человека, возьмем даже 4, то 10 тысяч пациентов умножить на 4, это получается 40. Практически каждая десятая семья в том или иной мере, они связаны с онкологией. И надо учиться еще в том, что в год мы дианонсируем около 600-700 новых пациентов. И погибает тоже такое же количество. Вот вы сейчас затронули очень актуальный вопрос. Выявление онкологии. Помогает ли в этом диспансеризация, которая так активно проводится в нашем районе уже на протяжении последних лет, все-таки повысилась ли выявляемость, и именно выявляемость на ранних стадиях этого заболевания, потому что, как правило, в тех или иных органах оно протекает бессимптомно для человека. Вы затронули очень важную тему, и даже отойду немножко в сторону. Вам неизвестно то, что руководство и больницы, и округа очень проводит жесткий мониторинг, и практически на каждом совещании у нас в больнице идет обсуждение количества охваченного населения. Из-за этого даже наказывают руководитель подразделения. Я знаю, что Ольга Александровна Мясикевич держит этот вопрос на личном контроле, и всегда рука на пульсе. Каждое подразделение отчитывается о количестве, о проценте охваченного населения. И, опять же, насколько актуальны ваши вопросы, просто приходится удивляться. Дело в том, что я приведу статистику, подтверждающую ваши слова. За 2016 год диагностировано в нашем округе, но опять только те случаи, которые мы знаем, около 59 случаев первичного рака молочной железы, около 90 случаев рака легкого, 210 случаев рака кишечника. Это пугающие, с одной стороны, цифры, но, с другой стороны, если подумать, каким образом диагностируется данное заболевание. Если, допустим, рак легкого, достаточно сделать рентген, и на рентгене уже будут данные исследования. Тут же вопрос, сколько у нас рентгенаппаратов в районе или в округе? Скажу сразу, не знаю, их очень много. Следующий момент. Молочная железа – это орган, который действительно доступен для осмотра и пульпации, для осмотра самой женщины. И когда видится, что, допустим, изменение кожных покровов, допустим, молочной железы, или плотнение какое-то есть, или выделение соска, естественно, это уже первый признак, по которому можно спокойно пойти и провести обследование. Вопрос, сколько у нас гинекологов? Гинекологи осматривают, опять же, при каждом осмотре молочной железы. Сколько маммографов? Более шести маммографов в округе. Практически у нас в округе наибольший охват населения. Мы на первых позициях находимся в плане маммографии в области. Следующий вопрос. Заболение кожи. Опять же, осмотр кожи, и можно спокойно вывести данное заболевание. По поводу кишечника. Кишечника, да, желудка, около 80 случаев рака желудка за год. Что сложно пойти сделать гастроскопию? Гастроскопов я даже не скажу, сколько много. Практически каждый член учреждений. Ну, сегодня, причем это уже современные технологии, это уже есть назальная гастроскопия, которая проходит совершенно очень комфортные условия уже для пациента. Поэтому, наверное, бояться таких исследований не стоит. И нужно запутаться. Вы очень информированы. Ну, недаром, наверное, я ведущую медицинскую программу Валерия Владимировича. То же самое колоноскопия. Ограничением, как колоноскопия, только единственное нежелание пациентов из-за морального фактора или просто страха боли. Опять же, колоноскопов в каждом учреждении и не по одному. То есть, все эти методы спокойно можно использовать и практически все эти заболевания можно диагностировать. Следующий момент, почему актуальность данной темы сегодня. Дело в том, что я сравню, как военные онкологические заболевания, это война. В войне врагом кто, в данном случае, является? Это рак. Раковая клетка. Кто является союзником? Это медицина. И сам человек, он идет в бой. Для того, чтобы идти в бой, необходимо оценить свои тылы. Что у нас есть? Тылами, в данном случае, является здоровье. И примером, опять же, этому, к сожалению, немало. У меня пациенты были, естественно, я без фамилий. Пациент с рублевкой. Дом продал, продал квартиру. Вот. И потратил миллионы денег на новое дело. Тем не менее, при диагностированном раке легкого и прогрессировании, все это, к сожалению, не имело продолжения. Была пациентка, которая взяла кредит в 3 миллиона, собиралась его отдать за полгода. Тем не менее, диагностированный рак яичника и с прогрессированием поставил крест на ее новом проекте. И, кроме того, долгие приходится давать кому? Родственникам. То есть, вопрос стоит о том, чтобы чем раньше диагностика будет проведена, тем это будет лучше для больного. Опять же, подтверждаю свои слова. На ранних стадиях, допустим, рак кожи, меланома, достаточно оперативного лечения, и человек может долго-долго жить после этого. Следующий момент. Если любой другой орган затронут, то при начальных стадиях мы можем провести достаточно минимальное оперативное вмешательство. Допустим, не полностью убирать мышцу, железу, а только резекцию сделать. И тоже желудки, и так далее. А на стадиях последних уже смысла оперативного вмешательства уже нет. Смысла нет, потому что заболевание прошло уже в другие органы. Вот, к сожалению, прогноз жизни становится намного печальнее. Вот, еще почему, почему действительно хочется поднять эту тему, что онкология не приговор, потому что действительно мы можем оказать достаточно большую помощь, и человек может жить. Если говорить о развитии онкологической службы в нашем районе, в нашем округе, то какие действия предпринимаются? Сейчас заболевание, наш рак, оно очень модифицировалось. То, чему учили меня 25 лет, 20 лет назад, сейчас уже как бы ушло в бытие. Вот, заболевание очень омолодело. Если мы раньше говорили, 40-летняя женщина больная раком большей железы, это очень молодая, то сейчас рак большей железы встречается и в 20, и в 25 лет. Рак желудка в 23 года, который было невозможно представить себе много лет назад. Вот, заболевания модифицировались. Если сейчас мы встречаемся с тем, что онкологическое заболевание в одном и том же организме модифицируется, раньше считалось это невозможным. Меня учили много раз о том, что заболевание растет около 10 лет, 10-5 лет, поэтому, значит, при первых же проявлениях необходимо пойти на обследованиях. Это боль, это кровотечение из разных органов. Вот, но сейчас заболевание модифицировалось, и от первых, от начала заболевания, значит, идет бессимптомное течение, и первые проявления, они уже диагностируются на очень поздних стадиях. Скажу следующее, что сейчас по статистике мы 60-80% пациентов с первичным диагностированным заболеванием уже констатируем третью-чвертую стадию рака, запущенное, что, в принципе, раньше это невозможно было. Приведу очень два показательных примера. Значит, офицер в запасе, 55 лет, спортсмен, занимался спортом и заболел низ живота. Он посчитал, что растянул мышцы живота. Тем не менее, жена его погнала на обследование, и в гости на следующий день был диагностирован рак с распадом кишечника, уже с метастазами в легкие и в печень. Что это просто было казуистически, можно посчитать, потому что никогда у него жалобы не было. Вторая ситуация, тоже пациент, 58 лет, бывший военный. Значит, 12 мая этого года у него появилась капелька крови в кале. Он, жена его погнала на обследование, через 10 дней, 22 числа мая, он при диагностике, у него определили, опять же, рак кишечника с метастазами в печень и легкие. Опять четвертая стадия. Трудно это поверить, но это факт. Поэтому, естественно, это заболевание модифицировалось, они проявляются на поздних стадиях, поэтому необходимо провести обследование хотя бы раз в год. То, что, в принципе, мы уже озвучили, значит, это рентген легких, осмотры гинеколога, молочных желез, гасскопия, колоноскопия. И практически мы можем уже заранее выявить данное заболевание. Но все-таки не такой огромный перечень исследований, которые необходимы ежегодно проходить каждому человеку с какого возраста? Или тут уже как-то вот границы размываются в последнее время? В том-то дело я сказал, что очень мало дело заболевание. Если мы раньше не делали бы много исследований в возрасте 20 и 30, допустим, лет, то сейчас вполне логично самим людям, для того, чтобы еще раз определить свои возможности, при еще начать новое дело, допустим, или ехать куда-то, то не только оценивать свои финансовые возможности, но и состояние здоровья. Это, может, даже выходит на первый план. Ну, это уже реалия, это никакая не фантастика, это реальные судьбы, реальные случаи, реальные пациенты. Ну, конечно, но даже ситуация, банальная ситуация. У человека есть желание поехать на южные страны позагорать. Есть где-то средства. Но не учитывая то, что у него есть очень большая родинка на теле, тем не менее он едет в страну с высокой инсоляцией, и в итоге через 2-3 месяца после поездки идет прогрессирование меланомы. Естественно, это очень тяжелое онкологическое заболевание. Даже перед поездкой на отдых необходимо провести апстет, хотя бы посмотреть и оценить свои возможности. Валерий Владимирович, эта ситуация, все-таки мы говорили, применительно к нашему району, к нашему округу. А если взять ситуацию онкологии в целом, в мире, как обстоит дело? Растет, растет везде заболевание в любой стране, но каждую страну в отдельности нельзя характеризовать, потому что зависит и от менталитета, и от финансовых возможностей в стране. Но приведу 2 таких интересных примера, которые показывают, что даст ранняя диагностика. В Соединенных Штатах Америки, в одном из штатов, всех людей старше 40 лет провели им колоноскопию с удалением полипов. Считается, что рак кишечника растет из полипа. И этих пациентов обследовали, и у тех, у кого были полипы, они были сечены. Чего добились? Уменьшилась заболеваемость на 50%. То есть уже сделали превентивные методы, которые привели к уменьшению заболеваемости. Вторая ситуация. В Японии, которая занимает всегда лидирующие места по раку желудка, и никто не знает это, или это характер питания, или это расположение в мире. Тем не менее, в одном округе сделали всем людям после 40 лет гасскопию. В итоге, естественно, не уменьшилась заболеваемость, но на 70% увеличилось количество рака желудка диагностира в первой стадии. К чему это привело? Привело к тому, что сейчас существуют методы, при первой стадии, или так называемой ракномессии ин-ситу, возможно, просто прижигание или исчечение данного обхоливидного образования через гасскоп. И, в принципе, сохраняется и желудок, и, естественно, продлевается жизнь. Почему, опять же, мы стараемся динозировать на начальных стадиях? На начальных стадиях можно обойтись, как я уже говорил, малым объемом оперативного вмешательства, и, естественно, продлевается жизнь человека. Есть на последней стадии, когда уже вышла за пределы органа, естественно, уже лечение оперативное не помогает, и проводится только уже химиотерапия и другие методы лечения. Но все-таки главное здесь, чтобы пациенты более внимательно относились к своему здоровью и не пренебрегали советами врачей, а хотя бы раз в год проходили исследования. Ну, правильно даже назвать сейчас, мы обращаемся уже не к пациентам, которые уже исходно больны, а к людям, тем людям, которые считают себя здоровыми. И вполне законный вопрос. Но есть это все логично. Почему же люди не идут на обследование? Вот. Здесь я тоже анализировал эту ситуацию. И получается, некоторая категория людей, я говорю не пациентов, а людей, которые считают себя здоровыми, оценили, что у них дедушки, бабушки, родители живы, и у них нет онкологического заболевания, они исключают, исключают наличие онкологического заболевания у себя. Вторая категория пациентов, то есть людей, извините, они боятся данного заболевания. Но если так прийти с поговоркой, как типа страус в голову в песок. То есть у меня боюсь заболевания. Некоторые пациенты даже, у меня не берут больничные листы для того, чтобы они на работе, ни дома никто не знал, что они больны. Потому что это угрожаемая для них ситуация в плане отчуждения. И как друзей на работе, так и в семье. К сожалению, это имеет место быть. И есть еще категория людей. Хотя, казалось бы, здесь наоборот должно быть поддержка и помощь близких, семьи. И сам человек, это ведь заболевание, которое не передается воздушно-капельным путем. Им нельзя заразиться в бытовом смысле, да, как, например, ОРВИ или гриппом, или корью, да, которые у всех на устах. Но все-таки это онкологическое заболевание. И в этой ситуации человек нуждается в огромной поддержке близких. И он не должен это скрывать. Это вполне логично. Жизнь показывает по-другому, что иногда идет действительно отказ общества и даже близких. От таких пациентов. Действительно, это, скорее всего, от незнания, от низкого ценза умственного. Потому что, действительно, человек, не передая на заболевание, не передается никаким путем. Ни половым путем, ни воздушно-капельным, никаким путем. Тем не менее, значит, страх все-таки у людей существует. Спасибо, Валерий Владимирович. Продолжим наш разговор в следующей программе. Есть что обсудить. Спасибо, Борей, большое вам за приглашение. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»